Слава Иисусу Христу! Братья и сестры, приветствую всех именем Господнем, именем сладчайшего нашего Господа Искупителя Иисуса. Всех вас приветствую! Христиан разных конфессий, динаминаций. Это семинар сегодняшний и молитвенный семинар, я так его вижу, по крайней мере. А там посмотрим, как Дух поведет святой нас. Такой молитвенный семинар, посвященный православному обновленчеству и, в частности, столетию Союза друзей церковной реформации. Друзья церковной реформации. Так называется Союз. 100 лет тому назад, ну он начался даже чуть больше 100 лет назад, еще в 17-18 годах уже собирался кружок в Колпино. Но в 19-м году они уже официально так назвались и официально, в общем-то, наименовались и именовались с тех пор именно вот таким образом. И в историю вошли как раз те братья, вот, да, именно в 19-м году друзья церковной реформации. Был Союз прогрессивных духовенств и мирян в Колпино и в Петрограде в самом, впоследствии, вначале в Колпино, да, насколько я помню, потом в Петрограде, нынешнем Санкт-Петербурге, значит, и 20-е годы, и даже начало 30-х годов. В общем-то, это довольно очень такая интересная и живая история союза такого неформального, потом уже формального союза друзей церковной реформации. Друзья церковной реформации, слава Богу. Этот год, текущий, 2019 год, он в нашем календаре, церковном православном календаре, обновленческом реформаторском календаре, он обозначен, среди прочего, целым рядом таких юбилеев и таких особенных дат. Да, календарь наш обозначен в этом году, да, но, конечно, самое первое, что мы вспоминаем, и я вспоминал и у нас в Киеве, в нашей киевской архипископии, и здесь в России, и в Украине, и дальше посмотрим, в общем-то, собираюсь посетить и Кавказ, и Румынию, вот, и говорить, собираюсь, и говорил, и собираюсь говорить об этом юбилее, столетнем юбилее, очень такого важного, на мой взгляд, вот этого религиозного объединения, друзья церковной реформации. Братья и сестры, дорогие друзья, да, я сделал трансляцию на ютубе, но параллельно, прямо сейчас, веду трансляцию на странице своей, на своей основной странице, фейсбук, в социальной сети фейсбук. Вот, поэтому, приветствую всех, не только на ютубе, кто подключился, но и кто подключился сейчас на фейсбук. Сейчас, я вижу, только 4 человека подключилось, надо, может, еще друзей пригласить, не знаю, но, пожалуйста, кто подключился, то позовите ваших друзей также, наших общих друзей, по крайней мере, позовите на эту трансляцию. Я намереваюсь сейчас, в течение часа, говорить как раз об очень и очень важном, знаете ли, и молиться вместе с вами, молиться вместе с вами о реформации, как в православной церкви, так и вообще в целом в христианстве. Я, знаете, друзья, я не отделяю православие от всего, будем так говорить, мирового христианства, не отделяю, потому что, ну, тело одно, тело Иисуса Христа, оно едино, оно одно. Вот, и, конечно, есть много разных конфессий, много разных деноминаций, много ветвей. Знаете ли, христианство на сегодняшний день это такое, очень многоветвистое такое древо. И на самом деле много ветвей, но лоза-то одна. Мы ветви в этом винограднике, знаете ли, но лоза, она одна. Это сам Господь наш Иисус Христос. И написано апостолом Павлом в послании в Коринф следующее, что никто не может положить другого основания, он пишет, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Это первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Один из таких моих любимых стихов о церкви, о царстве Божьем, о церкви Нового Завета. Я часто, когда говорю о церкви, учу, допустим, в школах библейских преподаю экклезиологию, то я часто как раз именно, порой начинаю как раз часто с этого места из Писания, с этого фрагмента из Писания. Что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Да, слава Богу. Так, еще. Кто у нас еще подключился? Да. Приветствую. Да, приветствую. Сейчас я сделаю следующим образом. Сейчас включу на другой странице. Вот, чтобы хоть, ну, как-то прочесть сообщения, а то я даже не могу прочесть сейчас, не вижу сообщений. Вижу, что кто-то написал, а прочесть не могу. Немного зависает. Надеюсь, то, что я говорю, не виснет. Надеюсь, то, что сейчас я в эфире, по крайней мере на Ютубе, не зависает. Вот, слава Богу. Да, и пишите ваши вопросы. Вот, сегодня, 28 число, да, вечер. Потом 29 и 30 числа еще. Я буду как раз говорить на эту тему. Вот, ну, так, ориентируюсь, примерно час говорить на эту тему. А вот вижу сообщения. Вот, и если вопросы есть какие, касательно реформации вообще православной, или вообще реформации христианства как такового, да, в целом, если брать не только православие христианства, то пишите мне, ладно? Владимир Валентина Шушкевич, благословений вам, благословений Господних вам тоже. Да, Штефан Лукшак, шалом, Владыка, шалом, Штефан. Неонила Семочкина, шалом, дорогие, алюя, аминь. Да, слава Богу, рад видеть друзей. Церковной реформации, рад видеть здесь, так, Джонатан Свифт, а вот Вячеслав прислал мне здесь классную такую цитатку из Джонатана Свифта. Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы любить друг друга. Здорово. Кстати, хорошее, да, мне понравилась цитата, интересно. Да, надо будет это, кстати, тоже вот сейчас скопировать. Интересно. Джонатан Свифт. Хорошая мысль. Вообще, хотя сейчас, в отличие от времени Свифта, религиозность и религия обычно уже, ну, немного в другом, как бы, значении мы употребляем, да? Ну, чаще всего из православных, вот, отцов, будем так говорить, да, современных. Это как раз очень хорошо видно у протерея, московского протерея Александра Борисова. Ну, вот, я сюда как раз тоже напишу, прямо вот под этой трансляцией на Фейсбук. Слава Богу, да. Ну, хорошо, чтобы не распыляться сейчас, тогда то, что на Фейсбуке, братья, друзья, не обессудьте, я тогда попозже, хорошо, посмотрю, что вы пишете на Фейсбуке. И уже, вообще, я планирую вот такие вопросы-ответы на завтра. Мне уже пришли вопросы от Арсения, да? Арсений, если сейчас слышишь меня, смотришь, спасибо огромное за вопросы хорошие. Вот, интересные вопросы касательно обновленчества непосредственного как раз правоославного. Вот, и, значит, некоторых персонажей обновленчества, будем так говорить, в частности, Вененского. Вот, и, конечно, другие вопросы. Касательно реформации православия и инквизиции даже, такой вопрос интересный очень даже, такой малопопулярный. Хорошо. Вот, на Ютубе я сейчас пока не вижу вопросов, наверное, их просто-напросто нету пока. Шалом, Сережа, привет из Тулы, вижу, да. Шалом, шалом. Вот, приветствую, благоставляю всех. Всех-всех-всех, кто подключился. Наипачи, конечно, благоставляю сейчас свою семью, детишек наших, супругу свою благоставляю, драгоценную Инну Сергеевну. Благоставляю наших детишек, наших внуков благоставляю. Весь наш дом благоставляю. Слава Богу. Я сейчас веду трансляцию здесь Санкт-Петербурга, с берегов Невы и Жоры, как говорится, как раз тех самых мест, где зарождалось православное обновленчество. Поэтому я просто не могу эту тему, ну, знаете ли, не раскрывать сейчас вот в этих трансляциях. На утренних молитвах, я частично касаюсь этого, конечно, в утренних молитвах. Подключайтесь, друзья, кто не подключается. Значит, на трансляции с утренних молитв я включаю почти каждый день, получается, у меня в 6 утра. 6 утра по местному времени. Из Петербурга, потому что подключаются еще и с Сибири, подключаются с разных регионов, с Америки подключаются, с Израиля, с Японии, вот, с разных очень стран. С Румынии наш епископ Богдан Ионеско, вот, и в разных, порой, таких часовых поясах. Но вот по московскому времени в 6 часов я утром, я подключаюсь. Сейчас здесь, в Петербурге, уже белые ночи, но они, может, не совсем еще такие белые, как вот они белые уже. Но уже, в принципе, да, уже белые ночи, да, белые ночи. На самом деле, днем, значит, и ночью светло, интересно, конечно. Вот, и здесь, в Петербурге, в Петрограде тогдашнем, в 1919 году, 100 лет назад тому как раз, союз этот, это объединение друзей церковной реформации, он официально начал быть, слава Богу. Хотя, фактически, он начался еще за год, за полтора даже, до того, еще в 17-18 годах. Шалом, мир вам, Божий, Роман пишет. Шалом, мир вам, тоже, Аллилуйя. Слава Богу. И вот, сегодня, сейчас, хочу прочесть тоже и Слово Божьего, помолиться, хочу вместе с вами, друзья. Вот, благословить Бога. И, конечно же, вот, в этот вечер, такой молитвенный, молитвенного такого семинара, как бы, да, я хочу поделиться немного об истории обновленчества, об истории реформации, вообще в православии реформации. Вот, и, также, конечно, буду говорить сегодня, завтра и послезавтра, в эти три вечера, о задачах, стоящих перед современным, как раз, православным обновленческим реформаторским движением. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благослови, Боже, всех нас. Дорогие друзья, и в Псалме, в 77-м, кстати, здесь, в Петербурге, проходил в эти дни, тоже, как бы, и, как называется, ну, конференция, проходила конференция, служение. Вот, съезжались служители, значит, Российского союза христиан веры евангельской, вот, и, как раз, один из девизов, или, как бы, основной девиз, вот, конференция прошедшая, он, как раз, был, вот, из этого места из Писания, которое я хочу сейчас прочесть, а именно, из 77-го Псалма. Псалом 77-й. Я хочу прочесть сначала. Начало, Господь да благословит нас. Начинание, начало такое, начало такое, будет у нас с 77-го Псалма, хотя я начал, даже, честно говоря, уже чуть раньше, с Нового Завета, все-таки, начал с Нового Завета, местописание, помните, какое, да, я говорил в самом начале трансляции сегодняшней, это 1-й Коринфянам, 3-11, запомним, да, это местописание, вот, но, я думаю, еще, вернусь к нему. Так, Псалом 77-й. С 1-го стиха говорится следующее здесь, в этом Псалме. Внимай, народ мой, это учение Асафа. Закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил уставы Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. «Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем, и неверному Богу, Духом Своим». Господь, благослови нас, Божий Всемогущий, благослови нас во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. И этот семинар, это сегодняшняя первая часть, первый вечер и последующие вечера. Благослови, Господь, потому что без Тебя мы ничего не можем сделать, Божий Всемогущий. Но с Тобою мы сможем сделать все. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа, по богатой своей милости. Как сказано в этом псалме было, возвещать и сегодняшнему поколению, сегодняшнему роду, и роду грядущему, о чудесах Твоих, о славе Твоей. И о том, чтобы мы учились, действительно, Слово Твое говорит нам об этом, чтобы мы учились на ошибках наших предшественников, подражали вере их, но не подражали ошибкам их, промахам их, грехам их. Но чтобы подражали там, где они были действительно верны и чисты и шли за Тобой. Чтобы род наш и сегодняшний, и грядущий уповал на Тебя, Господь, и не забывал Твоих чудес. Боже Всемогущий, слава Тебе. Благослови нас сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, дорогие друзья, сегодняшний вечер и следующий вечера, три вечера подряд, собираюсь говорить как раз о 100-летнем юбилее православного обновленческого такого союза, организации такой, под названием Друзья Церковной Реформации. Как я говорил выше во вступлении таком, да, мы православные обновленцы, реформаторы, каждый год, последние вот эти годы, каждый год мы в календаре печатаем какие-то юбилеи, какие-то, знаете ли, такие события, важно отмечаем. И вот в этом году одно из важнейших событий, отмечаемых нами общецерковно, это столетие вот этого как раз объединения друзей Церковной Реформации. Слава Богу, Ольга пишет тоже, добрый вечер, благословений всем. В Петербурге хорошее служение у Дмитрия Шатрова, бывал я, конечно, у Дмитрия Шатрова, в прошлый приезд был как раз у них, это на Невском проспекте 100, в, значит, в Колизее, так называемом Колизее. И у сестры его, Ольги Голиковой, да, да, я тоже бывал и у Ольги Голиковой на служениях. Родные их прадед, наверное, тоже стояли у истоков евангельского служения еще при царе. Да, их род известен, вот, и то, что еще при царском самодержавии и потом сразу после падения царизма, вот, да, сто лет тому назад, уже больше, чем сто лет тому назад, да, евангельское пробуждение здесь, в Петербурге было очень большое. Вообще, пробуждение столетней давности действительно требует такого большого тщательного исследования. Оно касалось всех, так или иначе, всех. Кстати, здесь, в Петербурге, на Конюшиной, значит, так и назывался вот этот союз, один из союзов евангельских, как раз протестантских, он так и назывался, всех сокращенно, всех. Всероссийский союз евангельских христиан, а сокращенно всех назывался, всех. Иван Степанович Проханов был тогда лидером вот этого такого, ну, очень мощного пробуждения духовного здесь. Слава Богу. Вот, и, ну, это всесоюзный был, Всероссийский союз евангельских христиан. Вот, и я собираюсь тоже уже завтра, даст Бог, зачитать даже как раз вот одно из посланий вот этого Всероссийского союза к православной церкви, именно к обновленческой вот ветви, к такой поросли реформаторской тогдашней. Вот, но буду также вынужден, ну, и сейчас уже признаю, к сожалению, да, что подавляющее большинство обновленчества тогдашнего столетней давности и, в частности, вот, отцы, лидеры, будем договорить, да, вот, православного обновленческого движения тогдашнего, к сожалению, официально так и не отреагировали. Ну, кроме Антонина Грановского, да и тот, вот, очень слабо, очень так вот довольно осторожно, вот, отреагировал на это послание всех Всероссийского союза евангельских христиан. Вот, да, и общаюсь с Шатровым Дмитрием и с Ольгой Голиковой, у них служение было еще не там, не в Колизее, а на Пионерской. Давно это было, я с ними общение начал еще в 98-м, в 99-м годах, здесь, в Петербурге, я приезжал тогда в Киеве, я проповедовал там, значит, и мы жили всей семьей в Киеве, в 98-м году мы как раз переехали в Украину, в Киев, но я приезжал сюда в Россию по-прежнему, вот, не часто, но приезжал. И вот приехал сюда, в Петербург, я тогда преподавал здесь в библейских школах, вот, и возле метро Пионерская было большое помещение, где собиралась благовесть церковь, и там арендовали, как бы, ну, проводили служения свои очень разные церкви, очень разные по своему учению, там, очень разные по своему характеру, там, служения были. Вот, потом здесь преподавала и проводила школу свою, школу Божьих Орлов, так называемых, да, пастор Татьяна Николина Шурайц, вот, и как раз сюда и приезжал часто в то время, ну, как часто, ну, хотя бы раз в год, думаю, точно приезжал, раз в полгода. И вот как раз с пастором Дмитрием и с пастором Ольгой Гольниковой я разговаривал здесь, как раз на Пионерской, в Петербурге, и вот они немного рассказали, чуть-чуть рассказали о своем отце, и даже подарили одну из книжечек своего отца, значит, мне, вот, на ознакомлении, как бы, с учениями единственников, вот, и другими некоторыми учениями. Вот, очень мне понравилось у них здесь, я помню, слава Богу. Вот, и самообщение такое, я прикоснулся, как бы, к живой истории, просто к живой истории, на самом деле, потому что их дед, прадед, значит, там были тоже такими первопроходцами, можно так сказать, такого не православного, а такого евангельского, такого протестантского, такого толка, слава Богу. Но до революции вообще говорить о реформации в православной церкви не приходилось. Ну, просто-напросто невозможно было это представить даже себе, потому что православие до самого 17-го года, до революции, оно было под жестким колпаком, даже, скажу так, под каблуком, под каблучной была церковь, была под властью, под гнетом царского самодержавия православных церковь. И это угнетение, это цезарепопизм так называемый, цезарепопизм стало очень позорной страницей в истории и России, и вообще мирового христианства, одной из самых позорных страниц в истории мирового христианства, так называемый синодальный период, начавшийся еще с Петра Алексеевича, с Петра Первого, вот, когда церковь признала своей главой его императорское величество. Да, не оговорился я, на самом деле так оно и было. Главой церкви признали официально де юре и де факто его императорское величество. Это было еще при Екатерине, ой, нет, ну какой Екатерине, слушайте, при Петре Первом, при Петре Алексеевиче, да. А потом уже началось это, ну, продолжилось при, в том числе при Екатерине, при других императорах, императрицах. Вот, до самого 1917 года. И слава Богу, что в самом начале 1917 года, когда, наконец-таки, пала всем уж опостылившая и ненавистная царская самодержавия, прогнившая эта система вся, она рухнула, безбожная, под вывеской православия, но махровая, безбожная, просто-напросто процветала. Вот, и когда рухнула эта система безбожная царского самодержавия, последний император бесславно закончил свое правление. Вот, и, знаете ли, в этот момент церковь обрела некую свободу. Конечно, большинство священнослужителей в начале 1917 года даже не знали, как этой свободой вообще распоряжаться вообще. И что делать? Они не знали. Они были потеряны. Они были, ну, во-первых, священники, подавляющее большинство священнослужителей православных того периода времени, ну, чего греха таить, сейчас не лучшая ситуация, честно говоря. Но в то время это очень ярко, ну, понимаете ли, на расстоянии, как бы, со стороны, говорят, видней, да, когда время проходит, то уже, как бы, можно делать определенные выводы более точнее, диагнозы ставить, как бы, да, значит, и видеть всякие процессы, протекавшие в обществе. Когда смотришь на сегодняшний день, то, как бы, порой очень сложно, как бы, так объективно, как бы, оценивать, почти невозможно, порой, оценивать определенные процессы. Но спустя некоторое время, тем более поколения, уже можно это сделать лучше. И вот, смотря на события тогда, столетней давности, отчетливо уже видно, что на самом деле, да, подавляющее большинство священнослужителей наших православных тогда были люди, ну, просто-напросто не знающие Бога. Люди духовно невозрожденные, неперерожденные. Это весьма печальная история, конечно, весьма печальная. Но печальна она еще и своим продолжением этой истории. Почему? Потому что на сегодняшний день ситуация не лучше. Хотя в чем-то лучше, конечно, но немного лучше, честно говоря, немного лучше. Потому что и сегодня подавляющее большинство наших священнослужителей, епископов, священников, диаконов, люди, я имею в виду православие в целом как таковое, российскоязычное православие в частности, которое я более или менее так хорошо знаю, потому что уже больше 30 лет несу церковное православное священнослужение. Вот, за эти более чем 30 лет уже, знаете ли, многое повидал, посмотрел. И будучи чтецом, пономарем, алтарником, иподиаконом, диаконом, иереем, сейчас архиереем. Конечно, за время своего служения, особенно архиерейство, начиная с 2002 года, когда я стал епископом православным, то, знаете ли, и архиепископом, то, знаете, действительно стал видеть все, ну скажу так, картину более полно. И вот, смотря на эту картину, сегодняшней церковной православной действительности, вынужден констатировать факт, что то, что было 100 лет назад, сегодня ситуация, она фактически такая же. Почти та же самая. Немного лучше, конечно, немного лучше. Благодаря интернету, конечно, в первую очередь, потому что Бог нам дал жить в то время, когда, вот, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. Бог нам дал интернет, эту уникальную возможность благовестия по всему миру, планетарного масштаба. По всей земле звучит Слово Господне, Слово Божье. Вот, и действительно, сегодня разве что ленивый Библию не читает, Слово Божье не слушает. Пожалуйста, любому человеку, на любом языке, на речи, сегодня, благодаря интернету, Господь дает уникальную возможность приобщиться Слову Божьему, вникать в себя, в учения, заниматься с ним постоянно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю звучат Слова Божьи, звучат Слова Евангельские, проповеди, богослужения, православные, католические, протестантские, любые-любые абсолютно. Начиная от таких ультра-открытых, таких гипер-открытых, до ультраконсервативных и сектантских. Разные-разные служения, пожалуйста, на любой вкус и цвет. Проповедники самые разные, с разным цветом кожи, разных конфессий, разных динаминаций, разных языков на речи, с переводами, без переводов, с титрами, с субтитрами, с сурдопереводом. Вообще, мы живем в это время благодати, мы просто купаемся в этой благодати. Порой, ну, не замечаем, но когда, как говорят, со стороны видней, я говорю, да, как историк, имею честь такую, знаете ли, вот, смотреть даже порой на день сегодняшний, но глазами чуть со стороны, как бы, будем договорить, да, уникальная способность, такая возможность, которую Бог дает историкам. В частности, библейским историкам, потому что, когда мы изучаем Слово Божье, изучаем Библию, то, изучая Слово Божье, мы получаем все уникальную эту возможность как раз смотреть и на день сегодняшний, как бы, глазами Вечности, глазами Бога Самого, глазами Создателя. Не замечательно ли это, друзья? Еще как замечательно, превосходно. Благословен Господь, Бог наш, Царь наш, Аллилуйя. И сегодня многие священнослужители православные разных конфессий, ну, извиняюсь, конфессий говорю, разных юрисдикций, разных юрисдикций канонических православных церквей, неканонических, там, второканонических, вот таких вот неканонических, как вот наша, допустим, да, вот, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, архиепископ, которой ваш покорный слуга является, вот, наша киевская архиепископия, вот, не является, слава Богу, канонической, такой живой, обновленческой, реформаторской, и чему я, за что я очень Богу благодарен, конечно, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Да, потому что я имею опыт и служения в каноническом православии, и в неканоническом православии, и могу сравнивать, как бы, и на мой взгляд, это, конечно, очень огромная разница. Вот, до 96-го года я был священником канонической, русской, православной церкви, московского патриархата, но, слава тебе, Господи, в 96-м году я вышел из этой системы религиозно-мафиозной коррумпированной структуры, вот, и с тех пор ничего общего с ними не имею, и, знаете ли, порой, ну, прошли годы, уже больше 20 лет прошло, но порой до сих пор, я вот, думаю, надо же, ну, страшно представить, что могу было бы быть, если бы я бы не вышел бы из этой системы. Эта система просто-напросто заставляет тебя быть такими, как все. Это просто ужаснейшая система, коррумпированная, прогнившая насквозь, система воров, убийц, насильников, душегубов, грабителей, народа. Вообще-то, это очень страшная система. Конечно, в этой системе есть разные люди, в этой системе есть, конечно, и порядочные люди, много очень священных, священников, которые, как вот этот лод, знаете ли, в душе своей мучаются, видя и слыша дела беззаконные, но в целом система, конечно, антихристовая система, вот так, если положа руку на сердце, именно антихристовая система. Вот, и я это осознал в 96-м году. Тогда, конечно, осознал я это через Слово Божье, вникая в себя и в учение Божьего Слова, и по милости Господне вышел из этой структуры, и ничего общего больше с ней не имею и не хочу иметь. Но знаете, друзья, сегодня, спустя больше 20 лет уже после этого выхода из канонического православия, такого московского прераката, я понимаю, что то, что произошло со мной в 96-м году, это чудо Божье. Это действительно не просто, я вот взял решение такое, это чудо Божье, чудо Господне, и очень Богу благодарен за это чудо. Спасибо тебе, Господь. Вот, и сегодня, на сегодняшний день я скажу, что в традиционалистском, таком каноническом православии, русскоязычном, по крайней мере, да, московского прераката, самая большая беда, что вот этот сам дух цазарепопизма, он так и не выветрился. Да, казалось бы, уже сто лет уже нет, как царского самодержавия, казалось бы, уже давным-давно пора уже всю эту дурь, знаете ли, цазарепопизскую, просто-напросто выкинуть на свалку истории, отказаться, откреститься от этого все, покаяться в этом, и жить, как нормальная церковь, православная, вообще христианская, короче, церковь. Но, к сожалению, авоз и ныне там. Опять-таки, делаю поправку, что далеко не все священники внутри своей, своего христианства, своего сердца, своего разума, конечно, соглашаются с царепопизмом, с этой системой отступнической, христианской, но, как мне один батюшка говорил, ты не один уже. Ну, как бы, мне это запомнилось тогда еще, молодому священнику, еще в 91-м году, молодому священнику мне тогда, один пожилой, старец уже, священник, протоиерей там, маститый такой, сказал такие слова, ну, что, говорит, отец, поделаешь, с волками жить, говорит, поволчьи быть. Но, знаете ли, в 96-м уже, спустя несколько лет после этого разговора с тем протоиереем, метрофорным, знаете ли, я осознал, что я не хочу с волками жить, не хочу с волками быть. Я хочу жить с Господом и хочу славить Господа и жить с теми, кто любит Господа Иисуса Христа. Потому что я это осознал четко в 96-м, а сейчас, спустя эти годы, осознаю еще больше и больше, друзья, что действительно, кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима, Маранафа. Действительно, человек такой находится еще под проклятием, как бы он ни назывался, хоть патриархом всей Руси, хоть папой римским, кем угодно, как бы ни назывался человек, какую бы он там должность в религии или в политике или в бизнесе не занимал бы, какое положение бы не занимал, без разницы. Если человек не родился свыше, он не увидит Царство Божьего. Если человек не ответил своей любовью на безусловную Божью любовь, то он, увы, Библия констатирует очень страшный факт, что такой человек находится еще под проклятием. Анафима, Маран, Афа. Человек находится под проклятием. Меня часто проклинают традиционные православные священнослужители, прихожане, угрожают и всяческие там пакости делают и убийц присылают порой, и там много чего делают плохого. Но, знаете ли, часто пишут Анафима мне, все. Но, знаете ли, я согласно Божьему Слову вижу, что я не под Анафимой. Согласно Слову Божьему я вижу, что кто не любит Господа Иисуса Христа, тот как раз находится под Анафимой, тот находится как раз под проклятием. А кто, да, именно кто возлюбил тьму, тот находится под проклятием. Но кто возлюбил свет, кто возлюбил источник света, да, свет истинный, которые просвещают всякого человека, приходящего в этот мир, тот не под проклятием, тот не под анафемой уже, тот вышел из царства тьмы и перешел в царство света, имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, а не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Увы, вот водораздел, где, знаете ли, вот, где проходит этот, эта граница проходит, благословение и проклятие, проклятие и благословение. На эту тему очень много книг писано, переписано, на эту тему много проповедей произнесено и произносится и будет еще произноситься, много разных учений, много разных взглядов, много разных представлений вообще в христианстве, десятки разных теорий, больших, сотни малых различных мнений и теорий, частных богословских мнений по поводу как раз законной благодати, благословения и проклятия, многих других тем. Но я вижу, вот, уже почти 40 лет уже, уже скоро будет 40 лет, как я со Христом, как я родился свыше, принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Господа и живу новой обновленной жизнью. Так вот, за все это время, несмотря на мои падения, в частности, вот с 91 года по 96 год, я считаю это страшным своим падением, которое пережил, но которое я порой до сих пор с болезнью в сердце вспоминаю, но с благодарностью, вящей благодарностью к Богу, говорю об этом, проповедую, проповедую я Слово Божье, привожу как пример, как иллюстрацию, как раз, как не должно быть, знаете ли, негативный наш опыт, опыт наших падений, как христиан, это Бог любящим его и призванным по его изволению обращает все во благо, то есть он дает возможность, уникальную возможность, используя вот даже опыт негативный, делать много добра, как ни странно это звучит. Ну вот, вот перед вами живой свидетель всего этого, по крайней мере, потому что, будучи вот сегодня евангельским православным священнослужителем, реформатором, обновленцем, я, когда привожу в пример годы своего падения, отпадения от благодати, и время, когда я был традиционным православным священником с 91, особенно года, до 96 года, до самого момента выхода из традиционного, вот, русского православной церкви, московского приорхата, структуры, знаете ли, сегодня я помогаю этим самым, этими примерами, этими иллюстрациями тысячам и тысячам верующих, помогаю тысячам и тысячам неверующих обратиться к вере истины, обратиться к Иисусу, знаете ли, не экспериментировать, не заигрывать с бесами, не заигрывать с религией, не заигрывать с религиозным оккультизмом, не экспериментировать в своей душе, знаете ли, лучше научиться на ошибках других людей, и поэтому я обычно часто и говорю, что я вот в свое время заигрывался с бесами, знаете ли, в свое время наэкспериментировался с духами тьмы, в свое время в религиозный оккультизм, как в омут с головой нырнул, будем договорить, вот я имею в виду с 91-го года по 96-й год, будучи священником Русской Православной Церкви Московского Париархата, что только я не делал, как и тысячи моих коллег, я молился разного рода посредникам, умершим святым, там пел, там Пресвятая Богородица, спаси нас, такие-то святые, такие-то святые, и все святые, молите Бога о нас и прочее, многобожие, махровые многобожие, в котором я жил, в котором я видел истинное христианство свое, знаете ли, это религиозный оккультизм, это болото мракобесия, я почитал мощи, я целовал эти мощи, эти останки человеческие, целовал их разных святых, мученикам Пателемона, Серафима Саровского, других умерших святых, предпринимал такие паломнические поездки, специально целенаправленные, выискивая вот эти кости и целуя их, ужас, спасибо тебе Господь, что ты помиловал мою душу и спас от этих грехов, меня спас, меня от этого религиозного оккультизма, и теперь мое общение не с бесами, все, с 96-го года я завязал, с 96-го года мое общение теперь только с Духом Святым, все, нет бесам, да, Духу Святому, бесам нет, да, истине, да, Иисусу Христу, да, Духу Святому, вот, и знаете, друзья, кстати, в 96-м я когда вышел из этой структуры, я еще до конца, ну, конечно же, много чего не понимал, вот, и осознание многое приходило чуть позже, и вот через год после выхода из этой структуры, криминальной, такой, религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры, знаете ли, я видел сон, видел сновидение, кстати, похожее, что рассказывал как раз один из, ну, не то, что один из, а основатель как раз союза друзей церковной реформации, Александр Боярский, здесь, в Петрограде, еще будучи священником, значит, где, в Колпино, да, не в Петрограде даже, а в Колпино он был священником, хотя сейчас в Колпино это уже Санкт-Петербург, сейчас это уже часть города, ну, отдаленная, но часть тоже города, так что, вот, мегаполис, город поглощает все. И как раз Боярский, ну, он был пионером здесь, на Северо-Западе, тогдашней Российской империи, еще в 16-м, в 15-м, 16-м годах он был пионером вот этого православного обновленческого движения здесь, хотя, ну, до революции вот такого названия не могло бы даже и быть вообще, как такового, поэтому он лишь, как бы, приготовлялся к этому служению, уже в воздухе пахло падением этого самодержавия, уже всем опостылившего, ненавистного человеком, и, знаете ли, удивительно, сон, но в... я расскажу одним словом, я расскажу свой сон, вот, это будет проще, я расскажу свое свидетельство. Я видел во сне грязь, страшную грязь, с которой Бог мне достал, я понимал, что эта грязь моя, что я был в этой грязи некогда, и что он мне достал, и эта грязь была грязнее, чем грязь, там, вот, других людей, с которой Бог достал другие души, знаете ли, и моя грязь была еще грязнее, это была грязь религиозного мракобесия, религиозного оккультизма, это было ужасно. Я увидел страшную картину, что в глазах Бога всемогущего, когда человек молится кому-то еще на стороне, помимо Господа всемогущего, да, то есть, ну, многобожие, классическое многобожие, а я жил этим, я молился, кому я только не молился, особенно Богородица, ну, Марии, Матери Господа Иисуса Христа, называю ее Богородицей, Царицей Небесной, там, как только не называл я ее, вот, и пел песни ей часто умилительно, порой со слезами, читал Акафисты ей, каноны, вот, и был, ну, чрезвычайным ее почитателем, знаете ли, к несчастью своему. Вот, молился разного рога, другим посредникам, ходатаем, вот, веря, я искренне верил, что это умершие те святые, или, там, ангелы, допустим, что они все являются ходатаями, посредниками к Богу, и есть, и был у меня целый пантеон таких, особенно, скажу так, как бы сильных, как я понимал, ходатаях, святых, великих, которые, излюбленных моих святых, ну, своего тезку Сергия Радонежского часто беспокоил, надо, не надо, значит, там, святая Нина, просветимец Эвери, значит, там, Серафим Саровский тот же самый, там, и целый ряд других святых был моих, излюбленных святых, которыми я молился постоянно, регулярно, Пантелеймон тот же самый, там, и прочие другие, но, знаете, по милости Господней Бога спас меня, я до конца не осознавал, из какого болота он мне достал, но в том сне я увидел ту грязь, которую он мне достал, это было ужасно. Когда я молился этим умершим, как бы, да, или ангелом, и тем и другим молился, полагая, что это мои ходатые посредники, я просто-напросто, как будто бы, ну, не знаю, я переступал через Слово Божье, которое говорит о едином лишь ходатые посреднике Нового Завета, который есть Иисус Христос. Друзья, и ни в ком другом нет спасения, возлюбленные, нет другого имени под небом. Сегодня утром как раз на молитве об этом говорил я. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. И это исповедание я постоянно говорю. Так вот, в том сне видел, что когда я целовал мощи, эти кости, целовал иконы, кресты, я был иконопочитателем, крестопочитателем, крестопоклонником, иконопочитателем, я целовал кресты, целовал иконы. Сейчас на мне, вы видите, тоже по ноге, крест, допустим, да, но я к этому отношусь совершенно спокойно. Внутри ничего не колышется. Хоть одень мне сейчас рясу крестом, значит, по ногею, хоть десять, хоть сто по ноге, знаете ли, абсолютно ноль, хоть бы что. Внутри ничего не колышется. Потому что я знаю, никто на мне, это все побрякушки религиозные, знаете ли, это все бижутерия религиозная, а тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Он, сам Христос, живущий во мне, и я являюсь храмом его, не потому что ношу этот архиерейский клобок, как у архиепископа, не как монах я ношу, конечно же, как архиепископ, вот ряса, не благодаря этому, нет, нет. Христианами надо сделать только то, что Христос поселяется в нас, поселяется в нашем сердце, это и есть христианство. Спасибо тебе, Господь. И когда я увидел ту грязь в 90, в каком это было уже, в 97, начало 98 уже года, да, и видел ту грязь, с которой Бог меня достал, и знаете что? Я во сне слышал голос, который говорил мне слово в слово несколько раз одно и то же. Он говорил, для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи то, что ты сейчас имеешь, дорожи тем, что ты сейчас имеешь. И так было сказано несколько раз, одно и то же, это невозможно было не запомнить. И я проснулся, и только проснулся, и только было подумал, только было пришли эти мысли, что надо же, что мне приснилось сегодня. Вот, хотите верть, хотите нет. Тот же самый голос, так же четко и строго, и по-доброму так же, но строго, проговорил ко мне уже не во сне, а наяву. Я уже не спал, совершенно не спал. И тихо так же, но очень четко и твердо, голос прозвучал, как бы и во вне, и изнутри, и не поймешь. И он опять сказал то же самое, слово в слово повторив, что во сне я несколько раз говорил, повторяясь. Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи, что ты сейчас имеешь, дороже тем, что ты сейчас имеешь. Я как раз тогда преподавал в библейском институте в Киеве, ставший потом академией и духовной. И знаете, я пересмотрел свои лекции, много что пересмотрел. И с тех пор я раскрываю тему истории христианства как раз именно в таком ключе. Освобождение от религиозного оккультизма и мракобесия. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками человек, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь. Братья и сестры, да, привет передают из Караганды. Всем святым в Караганде и в Алматы, в Казахстане радоваться. Вот, надеюсь у вас вновь побывать. В ближайшее время тоже послужить Словом Божьим. Не раз в прошлые годы я проповедовал в Казахстане, в Караганде в частности, у Сергея Серова. Мне очень понравилось служение у них, очень понравилось. И в других городах проповедовал, также в Степном Казахстане, и, значит, в Алмате, в Алмате как раз проповедовал там и у пастора Юры, у пастора Максима. Мне очень понравилось в Алмате, Слава Богу. Так что в разных конфессиях бывал там со Словом Божьим. Вот, и буду рад вновь послужить у вас. Благословляю всех вас, возлюбленные, друзья, и прошу ваших святых молитв, возлюбленные, в шесть утра подключайте завтра на молитву. Вот, будем молиться об этом. Но в ваших молитвах и вечерних, и утренних прошу, вспоминайте меня, вашего покорного слугу в Господе. И вспоминайте предстоящий собор в августе месяце. И если вы в Киеве будете в августе месяце, 18-19 августа, даже еще накануне, 17 августа, проведем субботу, такой как раз шаббат предсоборный, то обязательно приходите в гости. Буду очень рад лично увидеть вас лицом к лицу, как говорится. Слава Богу. Вот, участвуйте финансово в моем служении Господу, как в России, так и в Украине. Все контакты есть под каждым видео. Поэтому не поленитесь, посмотрите, скопируйте себя, сохраните обязательно. Вот там контакты все мои есть. Вот, как говорится, пароли, явка адреса. Все. Пусть Бог благословит во всех, дорогие друзья, церковные реформации. Друзья церковной реформации. Ныне это не просто православный союз. Я смотрю сегодня, сто лет спустя, на это гораздо шире. И как раз у нас в Киеве, в нашей Киевской архипископии, хочу говорить об этом более подробно, что смотрю ныне на этот союз, как на союз межконфессиональный, межденомиционный, общихристианский. Друзья церковной реформации. Благоставляю всех вас во имя Господне из города Санкт-Петербурга во Христе Иисусе, ваш покорный слуга в Господе, архиепископ Сергей Журавлев. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе во имя Иисуса Христа Аминь. С Богом, друзья, с Богом. По утрам в 6 утра подключайтесь, а вечером в 6 вечера завтра продолжим как раз эту тему. Жду ваши вопросы тоже. Пишите и на Facebook, вот на этой основной странице желательно писать, потому что на других двух я не часто смотрю просто, там масса сообщений бывает, но я не каждый раз их проверяю, а вот здесь могу регулярно проверять ну на этой основной своей странице, где часто и обновления все эти делаю, публикации всевозможные. Вот. И пишите также вот на на YouTube можно писать тоже в комментариях, в сообщениях. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя.